Типичная Ивановская многоэтажка, типичные проблемы. В доме номер 48А по проспекту текстильщиков вода в подвале не редкость. На снимках хорошо видны последствия ее пребывания. Вот тут бочка, в бочке вода, она постоянно протухает и вонь идет по квартирам, по первому этажу. Вот я сфотографировала одну, вот тут вторая, вот тут в подвале у нас идет орык. Этот орык, почему, не знаю, из-под фундамента, понимаете, сделали орык и вода течет. А это с улицы, вот как раз под моей квартирой, почему-то вот здесь кирпичи не доложено. И у нас фундамент уже не знаю сколько лет не красится. Отмостка, асфальт не сделан с 80-го года. Тут долгожители все говорят, здесь никогда не было никаких ремонтов. Управляющая компания ремонт отмостки предложила жителям сделать за свой счет. Если устанавливать предстоит свыше 20% общей площади, то этот вид работ носит капитальный характер. И устранить проблему быстро можно только так. За счет капитального ремонта дом может решить эти вопросы только в ситуации, если у них имеется свой спецсчет. То есть это либо спецсчет у регионального оператора, либо спецсчет, открытый на имя управляющей компании. Соответственно в этой ситуации можно было бы собрать общее собрание, перенести срок ремонта и провести за счет средств капитального ремонта. Если же у них счет капитального ремонта открыт в общем котле, то есть у них нет своего спецсчета, у них общий котел у регионального оператора, то конечно на ремонтные работы они могут надеяться только в те сроки, которые установлены региональной программой. Как сообщили нам управляющие организации жилищного хозяйства номер один, который обслуживает дом, окраска цоколя и ремонт отмостки запланированы до 2019-2020 годы. Но на этом проблемы жильцов не заканчиваются. Плесень есть не только на фундаменте, но и на потолке у жильцов верхних этажей. У меня вот чернеет вся по ширине, весь потолок. Вот такой широкой полосой пошла чернота. Вот прошедшую зиму и вообще все черно было. Невозможно. Мне сказали, что эта плесень очень вредная. Вот я сама отмывала вообще эту черноту, потом замазывала. Я истратила сюда чуть ли не целый полмешка раствора этого сухого и полмешка цемента. Это вот темные пятна, это плесень черная. Она пошла по всей крыше. Не было ее, никогда не было. Это после того, как сделали ремонт. Вызывает тревогу и протечки в районе электрощита. На свежем ремонте их хорошо видно. У нас электрощит на пятом этаже, там все кабеля оттуда выходят. У нас однажды, ну несколько лет назад был пожар. Вроде как заляпывали. Мы говорили, в общем, и ЖРУ, и антенная служба приходила. Все говорят, ну как друг на друга ссылаются. Эту дыру опять в прошлом году по осени или весной опять заляпывали. А толку-то никакого. Как подтекает там, так и подтекает. Промочка осталась. Я вот ходила в ЖРУ, говорила им. Они говорят, пишите, пишите, сколько им можно писать. Не устраивает жителей состояние крыльца. Управивающая организация работы по ремонту входных площадок планируют выполнить в текущем году. Но жители опасаются. Из-за того, что короткие козырьки были построены с момента ввода дома в эксплуатацию, новенькие ремонты быстро смоют дождем. Козырек надо сделать обязательно, его правильно надо сделать. И забетонировать площадку. Но они лопатой тяп-ляп, и все, как дождь идет, она все смывает. Вот это сколько можно, раз, два, три, какой год уже идет вот этот разговор. О том, что в этой истории что-то изменится в лучшую сторону, надежда есть. Уже на следующий день после визита съемочной группы к жильцам приехали представители управляющей организации. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова.